Продолжение следует... Это был декабрь, такой Санкт-Петербургский культурный форум. В общем, как приятно смотреть, когда культурные институции заканчивают свои ремонты. Это очень здорово. Я, на самом деле, вот эта тема такая странная, амбициозная, которую вы видите за моей спиной, наверное, вряд ли я как-то смогу строго ей придерживаться. Я просто думала о том, о чем рассказать сегодня, а потом увидела в собственном анонсе, что моя лекция называется так, ужаснулась, решила поставить этот слайд первым. Но, в общем, посмотрим, как это, во что выйдет. Мне всегда кажется, что когда есть такие межрегиональные возможности поговорить о разных практиках, разных подходах, здесь важен скорее такой сугубо, не знаю, практический опыт, говорения о, несомненно, вот таких практических вещах и выводах, которые мы сделали, нежели о какой-то, не знаю, теории или каких-то прям уж совсем обобщениях. Я начну с того, что для меня стал таким очень важным моментом вообще в рассуждении о креативных практиках в России на сегодняшний момент Петербургский экономический форум, который прошел в этом июне, и в котором мне тоже выпала часть участвовать. И как раз этот форум меня потряс тем, что первый раз за 20-летнюю историю форума на нем была секция, говорящая про креативные индустрии. И то есть это такой для меня был символический момент, когда культурная, собственно, практика, когда сфера культуры вот так вот въехала победоносно в экономическую реальность. И более того, презентация, открытие этого форума, оно было все построено на картинках из конструктивизма, значит, все эти замечательные работы, там, Малевича, Фалька, какие-то, значит, Петров-Водкин, и все это так, в общем, замиксовано впечатляет невероятно. Думаю, ну вот, дошли мы до того момента, когда, наконец-то, мы способны говорить об экономике культуры не на культурных форумах, да, на экономических форумах. И это, на мой взгляд, крайне важно. И как-то я подумала о том, что если уж творческие индустрии становятся таким действительно глобальным рынком, и мы даже слышим такие прекрасные предложения о том, что же нужно создавать. Креативные кластеры, дистанционные образовательные программы, фонд поддержки творческих преподавателей, гранты и кредиты на развитие бизнеса культурного, национальные международные конкурсы и призы — это вот все те вещи, которые обсуждались в тех стенах. И я думала о том, каким образом переложить это на практику, вот ту ежедневную деятельность, которой мы занимаемся в регионе, ну вот я непосредственно в Екатеринбурге, и что такое вот эта самая креативность, и что двигало нами для того, чтобы вот ту самую среду развивать. Я думаю о том, что когда я думаю про креативность, я думаю всегда, прежде всего, про ощущения. И хорошо помню ощущения себя в начале 2000-х годов, когда, будучи в Екатеринбурге, ну, причем это, я расскажу про нашу ситуацию чуть позже, но вот всегда было ощущение того, что ты интересуешься вещами, которые интересны кроме тебя, ну вот, не знаю, максимум 50-ти людям, человекам, человекам, людям. И вот это вот как бы ощущение какой-то маленькости твоего круга, ощущение того, что ты находишься в какой-то системе ценностей, которую совсем не все готовы с тобой разделить, и такая острая необходимость расширить этот круг. Вот это, наверное, было самой такой главной движущей силой, которая заставила делать все то, о чем я вам дальше буду рассказывать. И вот этот вот какой-то кураж по поводу того, что ты сам меняешь какое-то пространство вокруг, оно, конечно, обуревало всегда не только нас, но и, кстати, это вот не тот слайд, вот этот я хотела показать, не только как бы нас, но и многих художников. Соответственно, вот эта та самая ситуация 2000-х годов, в которой мы, ну вот я начинала какой-то такой свою профессиональную деятельность в современном искусстве, она знаменовалась тем, что все регионы, все города начинали определение такой собственной идентичности. И вот как бы Урал, он был, скажем так, обиваем флагом группы «Синие носы», Саша Шабуров, и вот тогда началась эта как бы история и модность темы самоопределения, и очень много игралось на теме такой провокации с что-то там, не знаю, с уральскостью, с сибирскостью, валенковостью, и вот это вот что такое как бы уральский там художник, это вот такой там, ну, в общем, это вот такой вот чувак классный, там с топором, с тулупом, это было огромное количество различных перформансов, акций групп «Синие носы», связанные с тем, как вообще видят себя, ну, как, условно говоря, видят уральского художника некий там внешний мир. И очень важная была история, с которой тогда все тоже начинали бороться, это такой разговор, и особенно разговор в академической среде, связанный с такой как бы столицей и провинцией. Огромное количество форумов, конференций проводилось на тему столицы и провинции. Ну, как бы столица — это, понятное дело, значит, Москва-Петербург, а вот провинция — это все такое вот остальное какое-то такое вот странное. И вот эта вот аморфная провинция на самом деле очень важный был такой фактор, как бы ощущение того, что ты на самом деле вот на этой вот карте как бы отсутствуешь. Ну, вот там высвечено было всегда Москва-Петербург, понятно, а дальше вот это вот непонятно что. И, собственно, Государственный центр современного искусства, уральским филиалом которого я счастливо и гордо заведую, это один из филиалов, которые стали появляться в конце 90-х годов. Это такой просто краткий экскурс, чтобы вы представляли сейчас нашу географию деятельности. Вот сейчас эти филиалы появлялись хронологически в Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре, Владикавказе и Томске. Это то, что мы имеем на сегодняшний день. И в связи с тем, что мы как раз перешли в новую организацию, об этом упоминал Денис, мы теперь ГЦС и Росизо, мы будем достаточно экстенсивно расширяться, и вот наши филиалы скоро появятся в Владивостоке, Новосибирске и, возможно, Крыму. Это новая, как сказать, такая карта регионов. И вот эта история с картой и с попаданием ее для какого-то внешнего мира, всегда каждый для себя решал, каким образом вот эту историю с провинцией преодолевать, каким образом себя самоопределить. И вот что такое Урал, это, конечно, тот вопрос, который нависал над нами, как над институцией, центром современного искусства, который, собственно, ответственен за то, чтобы формировать, а, художественную среду, б, работать со зрителем, в, заниматься образовательными программами и, соответственно, людей вовлекать и обучать тому, а что же такое современное искусство. Вот этот вопрос децентрализации мы для себя решали всегда тем, что, собственно, окей, как бы уральская идентичность, она какая-то такая ускользающая. Мы каждый раз, художники, условно говоря, над ней бьются, как-то ее, значит, репрезентируют, но всегда это как-то сложно определять словами. И вот мы успокоились с этим определением, что она ускользающая и подумали о том, что хорошо, мы будем вообще, нам не важно, каким образом нас видят, условно говоря, из Москвы, нам важна совсем другая карта. Нам важно, как нас видно из Берлина, нам важно, как нас видно из Токио, нам важно, как нас видно, не знаю, из Шанхая и так далее. И вот это вот такая амбиция, ну, это такая внутренняя децентрализация, наверное, можно назвать, каким образом можно вообще установить прямой диалог с миром. И вот мы как-то очень активно этим занялись. И мы вдохновлялись на самом деле творчеством старика Букашкина, который первый из екатеринбургских художников преодолел какие-то все границы, объявил себя главным поэтом, дворником России и начал создавать искусство на заборах, на помойках, на каких-то досочках и, собственно, стал таким главным, наверное, уральским акционистом, прото-акционистом, у которого многие потом все учились. И вот, собственно, художник, который непосредственно, наверное, ну, так скажем, перехватывает эту же традицию, да, нарушение каких-либо вообще историй с границами, институциями, музеями и так далее. Это наш замечательный Тимофей Радя. Тимофей Радя – это художник, который появился гораздо позже, чем появился уральский филиал ГЦСИ. Но на самом деле я очень люблю показывать эту картинку, потому что, собственно, у нашего центра, как у музея, никогда, собственно, никакого пространства музейного и не было. Все истории, которые делал наш центр, мы всегда делали либо на чужих пространствах, либо на каких-то найденных пространствах, либо на арендованных пространствах, либо, ну, в общем, там, где искусство никогда и не ждали. И сейчас, я не знаю, вы, может быть, слышали, Екатеринбург, опять-таки, об этом пишут, например, вот в Индексе, издаваемым замечательным Calvert Forum о том, что Екатеринбург считается столицей стрит-арта. И вот это вообще история со стрит-артом, которая очень действительно сейчас активно развивается. Этим занимается такой очень мощный куратор и директор Евгений Фатеев, который такой негласный отец всех наших стрит-арт-художников. И история со стрит-артом, она как раз очень органичной стала для Екатеринбурга, я считаю, потому что у нас, а, был старик Букашкин, и вот он начал всю эту историю с освоения города искусством и как-то примирил очень многих с этим. А второе, то, что Тимофей Райда своими историями, постоянным экспериментированием с городским пространством стал, несомненно, культурным героем. Вот эта история с одомашниванием города, вообще с каким-то присвоением города себе через такие замечательные истории. Например, вот это были более 20 остановок по всему городу. В общем, радио искал ковры по всем комиссионкам, знакомым, бабушкам и так далее. И вот эта история ковра, который висел у тебя, возможно, в детстве на стенке, ну вот у меня точно висел, не знаю, как у вас. И вот когда этот ковер, он оказывается, соответственно, вовсе не на стенке, а на остановке, это такой переворачивательный жест, который всегда дает тебе другую совершенно картину собственного города и ощущение себя в этом пространстве. Еще одна история, которая тоже демонстрирует очень интересную систему взаимоотношения с городом и искусство с городом уже как результат вот той большой деятельности. Это история с абажурами, и это центральная аллея города Екатеринбурга. Вот сзади виднеется оперный театр, и история с этими абажурами, она очень значима тем, что вообще на самом деле как бы стрит-арт и искусство на улицах, которые сейчас есть в Екатеринбурге, это очень интересное явление, потому что стрит-арт — это абсолютно неконвенциональная история, и ее как бы нелогично не согласовывать с властями, это вроде бы как-то сопротив души стрит-художника и так далее. Но вот как раз Тимофей Радио, он категорически отказывается сотрудничать со всеми администрациями, в отличие от других ребят, вот в фестивале сценографии, например, и он всегда делает свои проекты партизанские, ни с кем ничего не согласовывает. Вот так было в один прекрасный момент, например, с этими абажурами, и администрация города, естественно, по закону приехала на следующий день их снимать. И это было такое настоящее выражение гражданской позиции, когда стали писать очень массово письма в администрацию города мэру о том, что оставьте наши абажуры, нам это очень нравится, мы это хотим. И это был такой первый прецедент, когда, собственно, по требованию горожан этот объект был оставлен. И, наверное, вот уже четвертую зиму, которая сейчас будет, эти абажуры будут снова появляться, потому что они, ну, как сказать, лето они проводят как раз в здании ГЦСИ. У нас, ну, в общем, обычно зимуют, а тут, как сказать, литуют. И зимой они снова появляются на аллее города. И история с вот таким как бы выходом, выходом из любых музейных пространств, она была для нас, ну, как бы изначально, знаете, как бы вот мы с этого начали и к этому пришли. Собственно, в 2005 году, когда мы начали работать как филиал ГЦСИ, у нас был только офис. Ну, вот офис – это значит одна комната, четыре человека и все. И, как бы, наша всегда была история в том, что, да, это очень здорово, что ты являешься государственной организацией, у тебя очень такой, как бы, важный бренд, ты федеральной институцией. И только, на самом деле, в Петербурге ты понимаешь, как это, ну, как бы, как это статусно, да, то есть что такое федеральная институция. Это Эрмитаж, это русский музей. А вот когда ты, например, в Екатеринбурге, то я помню, что, ну, как-то я, ну, опять-таки, это очень смешно, я вообще никогда как-то не осознала, думаю, ну, вот окей, это 2005 год, вообще, ну, ты федеральная институция, отлично. А потом какой-то момент я читала отчеты администрации города и поняла, что в городе Екатеринбурге всего две федеральных институции, мы и оперный театр. И вот как-то думаешь, окей, то есть, ладно, плечи расправляются, значит, ты вот такая важная федеральная институция. Но это всегда был как бы вопрос о том, каким образом ты находишь на самом деле, потому что никогда у нас не было никакого финансирования на проекты, это всегда делали, ну, как бы мы должны были находить их каким-то образом сами, это, собственно, всегда политика такая, что музеи должны решать эти проблемы, применяя разные навыки фандрайзинга. И вот у нас была большая свобода в выборе партнеров разных музеев города Екатеринбурга, мы с ними удачно чаще всего взаимодействовали, но всегда страдали от того, что когда ты находишься на чужой территории, то ты не можешь, условно говоря, где-то вбить гвоздь, ты не можешь сделать то, что часто нужно современным художникам, ты абсолютно ограничен вот в этой вот свободе выражения. И поработав на самом деле практически со всеми музеями, в принципе, мы поняли, что пока у нас нет собственного пространства, нам необходим вот этот какой-то другой вообще подход к собственной какой-то такой, к самоощущению и работе со своими проектами, и мы стали искать альтернативы. И вот в процессе поиска этих альтернатив мы были на разных совершенно пространствах, мы были на различных старых фабриках, мы были на, ну, просто около, мы делали такие, в общем, проекты во дворах, на трансформаторных будках мы показывали, знаете, там фестиваль, видеоарты и прочее. И вот этот вот проект, который мы делали буквально недавно, в прошлом летом, и этот фестиваль «Решительные действия», который стал для нас достаточно таким, ну, как сказать, важным, потому что он запустил работу нашего двора, вот это вот пространство ГЦСИ, мы его получили в 2011 году, это перевернуло нашу жизнь в свое время, и это такое пространство школы потрясающей красоты, это пространство, знаете, такой как бы традиционной земской школы, она была построена в начале 20 века, и как бы курьез ситуации в том, что мы туда попали, когда школьники оттуда еще не ушли. И вот мы были как бы два входа у школы, в один заходят школьники, в другой мы, но это была вечерняя школа, и, соответственно, с контингентом людей, которые, ну, вот, не закончили школу, они, например, вышли из тюрьмы и так далее, да, то есть это был очень такой специфический, ну, в общем, специфический у нас контингент народу, и нам было всегда очень интересно с ними взаимодействовать, мы приходили к директору, и говорили, давайте мы будем читать у вас лекции по современному искусству для ваших детей, да, которые у вас есть в школе. И мы пытались, на самом деле, это сделать, и вот первый опыт того, когда мы действительно нашли с ними способ взаимодействия, это как раз случилось совсем недавно, когда, ну, спустя пять лет, когда уже, естественно, школы не было, и когда мы делали выставку, посвященную этой школе, и когда выпускники пришли к нам ее смотреть, ну, в общем, никогда у нас какого-то реального взаимодействия, реального взаимодействия, к сожалению, не выстроилась, только, как сказать, уже ретроспективным образом. И сейчас вот это вот я хочу пролистать, и прийти к другой истории. Другая история в том, что когда я вам показывала карту с регионами и начинала разговор о деоцентрализации, то я говорила о том, что нам всегда хотелось выпрыгнуть на вот этот вот диалог с другим пространством, да, не как бы, условно говоря, когда ты не должен доказывать что-то вот центру, который считает тебя провинцией, а, соответственно, работать на другом совершенно уровне. И вот эта вот карта, которую я открыла для себя в 2009 году, это карта мировых биеннале. Это все те территории, где есть на данный момент биеннале. И вот думая о политике того, каким образом мы, ну вот, как бы, каждый региональный ГЦС и каждый центр современного искусства, вот что он делает? Он делает выставки, он делает фестивали различной степени заметности, да, он делает образовательные программы, он делает вот всю ту очень важную работу, ну вот, как рутинную достаточно работу, да, которая составляет каждый твой день, которая развивает аудиторию, которая, ну, в результате которой прирастает к тебе вот этот вот пул зрителей. И, например, мы когда считали, что в 2005 году к нам на выставку в среднем приходило, ну, около 100 человек за месяц, ну, это за полтора, да, когда вот мы ее делали. И в 2009, когда мы начинали делать фестивали «Артзавод», и, собственно, тогда, когда мы вообще узнали про, ну вот, начали думать о том, что насколько биеннале как формат может быть применим к нашей деятельности, вот уже тогда, в 2009 году на фестиваль «Артзавод» к нам приезжало за три дня 4 тысячи человек. Это было очень далеко от центра города, мы это считали своей невероятной большой победой, да, и вот это был тотальный какой-то такой сдвиг в том, когда мы поняли, что действительно люди готовы преодолевать, ну, там, во всяком случае, географические сложности, приезжать за искусством, ну, как бы говорить и думать о проектах, и, соответственно, можно поменять полностью вот этот, ну, как бы даже пафос разговор о современном искусстве. И чем сильнее его поменять, чем больше, как бы, вот этот статус, да, поднять не только в собственных глазах, а в глазах, как бы, твоих всех стейкхолдеров, администрации и спонсоров и бизнеса и так далее, тем будет эффективнее. А, и вот, собственно, я тут вам не показала эту точку, и вот это такая одинокая здесь вот точка посередине, да, это как раз и есть Екатеринбург, мы появились на этой карте в 2010 году, и вот эта вся история, которую я начала говорить об уральской идентичности, о том, а что же такое уральское и каким образом это, что это значит для художественных практик, это очень помогло в работе над форматом биеннале, потому что уже в 2010 году, когда было понятно, как много вообще в мире вот этих вот всех биеннале, на тот момент было 280, сейчас биеннале в мире, сейчас вам скажу точно, 321, по-моему, вот по этой статистике Всемирной биеннальной ассоциации, но вот уже тогда было понятно, окей, мы в Екатеринбурге, если мы делаем очередную биеннале и говорим, окей, Екатеринбургская биеннале, что это добавит миру, что нового мы скажем для вот этого биеннального движения, и вот тогда мы задумались именно о том, а какая должна быть эта биеннале, то, что она стала индустриальной, это как бы, это на самом деле был очень осмысленный шаг, потому что для нас история с тем, как вы яхту назовете, так она и поплывет, с называнием ее это было не просто такое заигрывание с уральской идентичностью, это был прежде всего очень осмысленный шаг для того, чтобы поместить себя именно в глобальный контекст. Работа с локальным, она всегда дает эффект, только если она находится в каком-то очень большом глобальном поле, и вот это модное сейчас очень слово глокальность, мы как бы, получается, его придумали довольно давно, даже не называя так свою деятельность, как бы это было всегда внимание и самый мощный акцент именно на локальной ситуации, вытаскивание ее специфики и вообще рассказывание о том, а что мы собой являем, как вот некая такая общность, данная нам некой там географической судьбой, и одновременно, а что же мы значим для вот этого такого большого внешнего мира. И вот опять-таки возвращаясь к истории с креативностью, в то же самое время, опять-таки не называя это все креативными индустриями, но мы сформулировали три критерия, которые, на мой взгляд, применимы к любым креативным индустриям, когда мы говорим об успешности какого-то креативного проекта. Прежде всего, это должно быть интересно миру как разговор о глобальном тренде, но не как об экзотике, то есть это вот не про мужика с топором, это про другой как бы смысл этой специфичности, это, условно говоря, про мост. Это должно быть интересно местному бизнесу и экономике, и именно поэтому, когда мы начинали уральскую индустриальную биеннале, мы пошли не на пустующие заводы, мы пошли на заводы, которые работают. То есть мы пошли к живому бизнесу, который находится в той же самой экономической ситуации, что и мы, и который находится в очень кризисной экономической ситуации, которым плохо, сложно, и который вообще, короче говоря, заводом в 2010 году было отвратительно. И вот приходя на Уралмаш, мы видели весь этот ужасный, как бы, ну вот эту ежедневную жизнь, эту как бы такую загибающуюся совершенно ситуацию, но мы понимали, что мы приходим с чем-то, что этой ситуации, ну так, искусство никому, конечно, там не помогает, мы не как врачи туда приходили, но мы приходили как люди, которые в эту ситуацию способны, ну, добавить какого-то, я разлюбила слово смысл, я пытаюсь его избегать, хотя я раньше очень активно этим пользовалась, у меня даже слоган был у биеннале, уральско-индустриальная биеннале, индустрия смыслов, но, в общем, могу сказать, что за пять лет я поняла, что биеннале ничего не создает, смыслы никакие на самом деле, это все такое бла-бла-бла, это про другое, да, мы даем этим людям, мы просто даем им ощущение того, что они интересны каким-то третьим людям, да, когда художник приходит на завод, когда он приходит к рабочим, когда он начинает с ним проект, когда он начинает с ним разговор, самое важное в этот момент происходит вот именно, ну, ровно в этот момент коммуникации, когда включается вот эта вот тет-а-тетная история и когда люди понимают, что к ним приходят не с каким-то проектом, с ним приходят с неравнодушием и с ними говорят о них же самих и потом каким-то образом их же самих им являют совершенно в каком-то сумасшедшем контексте. Так вот, это был второй критерий про интересный местному бизнесу экономики и третий, что это интересно, ну, в смысле, что это соответствует идентичности места. И вот эта вот идентичность места, которой мы работаем активно, это, конечно же, наша индустриальная, социалистическая, несомненная история Урала. Это, ну, вот этот период такой дикой индустриализации, это конец 20-х, 30-е годы, это начало строительства наших самых главных заводов-гигантов, это Уралмаш, это Верхесецкий металлургический завод, и это, конечно же, конструктивизм, да, это тот архитектурный стиль, который сейчас является, ну, тоже одним из брендов Екатеринбурга в основном, да, не Урала в целом, но это стало, так скажем, модно, опять-таки, совсем недавно, и, ну, то, что конструктивизм бренд, еще бы несколько лет назад, это не повернулось бы сказать язык, потому что, условно говоря, в такой официальной риторике чиновников вот, ну, предыдущих пяти лет конструктивизм фигурировал, скорее, знаете, в такой категории, что это архитектура для бедных, а бедность не может быть брендом. Я очень часто слышала этот аргумент, когда я приходила и говорила, ой-ой-ой, у нас тут шедевр архитектуры мирового масштаба. Мне говорили, да что вы, это бетонная, значит, как бы развалюха, ее нужно снести скорее и построить торговый центр. И, наверное, это тоже относительно результат и работы, несомненно, ну, не только Бейеннале, а всех дальнейших, как бы, историй, которые на волне Бейеннале появлялись, это просто такие несколько вдохновляющих кадров. Это вот все площадки наших проектов, да, я потом вам покажу, каким образом мы в них работали. И вот это пространство, пространство типографии уральский рабочий в 2010 году, ну, нам страшно повезло, что типография закрылась, там был какой-то, ну, это был такой очень важный момент перехода, потому что как раз это была одна из самых болезненных для Екатеринбурга историй, когда сменился, ну, вот, очень резко сменился собственник, очень резко как-то и жестко для непосредственной типографии. И вот, как бы, рабочие ушли и зашли девелоперы. И вот этот вот момент, как бы, ухода рабочих с фабрики, да, вот прям, прям, прям красиво, в общем, уход рабочих с фабрики и заход туда художников, мы были прямо вот на стыке этого нерва, да, когда, как бы, ну, некая одна эпоха сменяется другой. И, конечно же, нам страшно повезло, что кураторами первой биеннале стали Екатерина Дёготь, Давид Риф и Космин Костинес. Ну, это Екатерина Дёготь, я уверена, что вы все понимаете величину масштаба этого куратора. Давид Риф и Космин Костинес — это были её со-кураторы, которых она пригласила с собой. И, собственно, ну, всегда, знаете, как бы, когда первый проект происходит, он как-то даёт какую-то тебе, даёт некий вектор, куда ты двигаешься потом. И этот вектор был сформулирован в теме биеннале, которая называлась «Ударники мобильных образов». И эта тема, она именно проблематизировала очень сильно историю со сменой фигуры рабочего. Вот рабочий в 30-е годы, рабочий, я не знаю, в 50-е, в 90-е годы. И современный, кто тот самый рабочий класс на сегодняшний день, кто вот эти креативные рабочие, которые приходят на смену рабочим индустриальной эпохи, как мы это понимаем, и все проблемы, связанные с работой 24 на 7, ненормированным рабочим временем, вот того самого креативного класса, к чему мы как бы очень стремимся. Все это были проблемы, которые обсуждали художники той биеннале. И вот эта самая важная, наверное, картинка, которая стала каталог первой биеннале, является собой тоже непосредственно, конечно, абсолютный кураторский жест, потому что весь каталог биеннале состоит не из картинок, описаний, как мы привыкли, да, ну вот там такой-то художник, он имел в виду это. А описание каждой работы там сведено к описанию способа производства этой работы. Например, там кадр из видео и написано, это видео мы скачивали 2 часа 30 минут, сервера такого-то, в этом был занят один волонтер биеннале, точка. Или там, например, какая-то работа живописная, она исключительно как бы тоже характеризуется способом, временем и усилиями, которые потратил художник на ее производство. И единственные цветные иллюстрации в этом каталоге, это, собственно, вот это одна из этих иллюстраций, это те, это фотографии того, что осталось от рабочих мест, работников типографии, которые, вот, собственно, ушли за месяц до того, как в это место зашла биеннале. Это, ну вот, собственно, те плакаты, какие-то коллажи, которые они делали перед своим рабочим местом. Собственно, вот здесь вот стоит стол, и человек работает. И вот это именно то искусство, которое они хотели видеть перед собой каждый день. Это их собственные такие ассамбляжи, которые были полноправной частью выставки и которые стали, можно сказать, опять-таки в контексте биеннале, таким центральным произведением искусства, авторства кураторов основного проекта. И очень важно подчеркнуть, что когда я говорила о том, что мы заходили на работающие заводы, и вот мы приходили к тому самому бизнесу, который, который теперь, конечно, играет очень важную роль в биеннальном проекте в целом, тогда самым важным вкладом этого бизнеса было ровно то, что они нам позволили зайти на свои площади. И вот это вот работающий цех завода «Уралмаш». И ровно ничего мы не сделали в этом цеху абсолютно. Мы нашли вот эти вот произведения. Думаете, что это? Это ящики для инструментов, это их задняя сторона, это, собственно, те шкафы, где рабочие хранят свои инструменты. И мы нашли вот эти росписи одного художника, его зовут Геннадий Власов. И единственное, что мы сделали с этими всеми шкафчиками, их около 70, на тот момент в цехе их было около 20. Мы потом их как бы все нашли и атрибутировали. Мы сделали музейные экспликации к ним. Ну, то есть мы нашли истории, как они создавались. Это был потрясающий там философский клуб на «Уралмаш-заводе». Этот человек, мы его никогда не видели, это была фантастическая история связи с ними. Он по телефону нам рассказывал о том, как он создавал эти работы. Он не пришел на открытие. В общем, он остался таким как бы мифическим совершенно персонажем. Но, тем не менее, абсолютно реальным. И вот была невероятная как раз для нас ценность и важность самого проекта в том, что мы могли найти такие истории. Совсем другой подход и масштаб затей. Как, например, мы пришли когда на другой завод и увидели, знаете, вот тогда было модно, начинались все эти лет освещения. Значит, истории с такими, как бы все здания начинали освещаться и так далее. И вот этот завод, он экспериментировал с тем, что он решил свои градирни. Это устройство для охлаждения воды на заводе. Знаете, полностью все эти градирни. Одна светилась тотально белым, другая тотально синим, а третья тотально красным. И вот, а так как это видно со всего города, то я лично страдала, потому что я это видела из своего окна. Ну и вот как бы многие были не согласны с таким креативным ходом. И мы, когда пришли на этот завод, то, собственно, они сами определили те вещи, которые мы делали здесь. Мы делали тоже световые инсталляции, но самый главный вклад в биеннале в этом смысле был в том, что мы выключили эти градирни, они больше никогда не светились синим, белым и красным. И вот это были наши альтернативные истории, с ними связанные. Как бы делая длинную историю, я, понятно, что всегда увлекаюсь, начинаю рассказывать про какие-то конкретные истории. Расскажу ровно два слова об этой картинке. Когда пришло время для второй биеннале, мы очень такие вдохновленные первой, пошли к бизнесу, значит, искать площадку для основного проекта. Мы потерпели тотальное фиаско. Никто не хотел открывать нам двери. 2012 год. В общем, все было очень сложно. И мы, конечно, очень не хотели возвращаться в то же помещение, где мы делали первую биеннале. Но самым, как сказать, гостеприимным объектом, который был готов снова с нами работать, это была та самая типография, уже как раз ее новые хозяева, с которыми мы работали первый раз. И мы снова в том же пространстве сделали основной проект биеннале, уже с другим куратором. И вот она очень прислушалась к нашей истории о работе с городом и вот этой расползании искусства во все такие неконвенциональные пространства. И она решила сделать проект, который бы не проблематизировал саму фабрику, вот это как бы здание, а как бы перенес городское пространство внутрь. И вот все проекты, которые были, практически все проекты, которые были сделаны для основного проекта второй биеннале, это были проекты, которые изначально созданы как паблик-арт работы для улицы, но она их показывала, как сказать, в таком индор-варианте. То есть они все были лишены своей изначальной городской функции и засунуты как бы в такой вот уже внутренний контекст. И это, наверное, я тоже пропущу. Это различные наши дальше истории о том, как мы поняли, что Екатеринбурга нам, конечно, мало. И биеннале как проект стал работать уже с пространством Уральского региона. И мы придумали для себя такой формат, как арт-резиденции. И придумали еще один слоган, в который мы теперь тоже не верим, который звучит как «Каждому художнику по заводу». И, в общем, формат остался тем же, но исчерпаемость его стала очевидна. Мы действительно делали программу арт-резиденции, когда одному художнику предлагали поработать в пространстве целого работающего предприятия, где-то вне города. Естественно, что Урал, мы постоянно работаем и развиваем вот эту вот историю о том, каким образом индустриальная такая идентичность региона существует на сегодняшний момент. Очень важно, что опять-таки она не дохнет, а политически, экономически вот эта индустриальность, она поощряется. И у нас теперь губернатором объявлен курс на реиндустриализацию, что вдвойне важно в нашей ситуации. И, соответственно, мы, предлагая художникам работать в этих отдельных реально действующих заводах, получали совершенно какие-то невероятные по продакшену, по такому исследовательскому потенциалу и историям. Кто-то делал спектакли, кто-то делал скульптуры, видео, различные-различные проекты. И вот опять-таки почему мы разочаровались в этой идее про то, что каждому художнику по заводу, потому что она как бы объединяла сам этот формат. Например, в прошлом году у нас были такие путешествующие автобусы, то есть все художники… Мы выбирали… У нас было 8 заводов, 12 художников. Мы их выбрали по такому open call. И, соответственно, они все путешествовали по заводам, потом как бы разбирали их и делали уже проекты непосредственно в своих каких-то точках. А в этом году… Ну, в смысле, не в этом, в следующем. В следующем году будет четвертая биеннале. Мы еще раз меняем оптику и берем уже, соответственно, историю с таким исследовательским автобусом, когда зрители будут наблюдать процесс создания работ. То есть мы не будем уже показывать и делать выставку итоговую результатов арт-резиденции. То есть это будет исключительно такой work in progress. И выставка будет работать до того момента, как работы будут сделаны. А когда они будут сделаны, они уже останутся, ну, как сказать, достоянием исключительно завода. И никто не будет иметь к ним доступ. Вот такое странное решение. И, соответственно, как бы вот применяя эти три критерия, о которых я говорила, конечно, в случае биеннале все эти три критерия есть. И, например, да, там, что благодаря биеннале и участию в той самой биеннальной ассоциации, карту, которая вам показывала, город стал работой, например, платформой для работы ее. И в прошлом году, когда была биеннале, биеннальный симпозиум, вот у нас сидели участники там от Гаваны до Якогамы. И вот ты получаешь, ну, как бы понимаешь в этот момент, что да, ты действительно находишься вот в этом том самом глобальном контексте. У нас действительно появляется уже, ну, как сказать, по-другому заинтересованный в нас местный бизнес. Это не только… Да, кстати, очень интересно. Вот Роломаш, как первый такой, да, это у меня до сих пор такая травма внутренняя, и что я бы, конечно, хотела, чтобы у нас были, знаете, как бы у биеннале такие глобальные истории. Наш главный там, например, партнер какой-нибудь компании УГМК горно-металлургической или вот этот вот Роломаш и так далее. Но на самом деле удивительным образом получается так, что как бы каждый из биеннальных проектов становится интересен какому-то конкретному, там, вот такому большому предприятию. И это, наверное, опять-таки такая менеджерская история и, ну, перспектива того, что мы выйдем на какие-то постоянные истории. Но на самом деле у нас не получилось до сих пор как кого-то сделать таким крупным, большим игроком, но у нас постоянно есть местный бизнес, постоянно, который с нами работает не только на биеннале, но и уже потом просто в целом ГЦС, например, там, не знаю, ресторанные сети, местные дизайнеры, там, например, ну, как бы партнеры, которые нас потом, ну, например, стали партнерами нашего двора ГЦС и так далее. То есть это история про то, как на самом деле вот этот крупняк, да, вот эти очень большие, вот этот, как бы, крупный бизнес, он к нам, ну, в общем, мы с ним не можем работать постоянно. Но зато именно вокруг биеннале стало развиваться очень много таких локальных историй, которые потом выросли, можно сказать, да, из биеннального непосредственно проекта. Одна из них, это выигравший сейчас, например, фонд Потанина, проект, замечательный совершенно музей, квартиры, ячейки типа F, Моисея Гинсбурга, это, вот это я специально показываю в контексте Петербурга, потому что это ваш петербургский куратор Лиза Савина привозила проект, это, господи, Джан Гранде, как же его зовут-то, Микаэль, нет, в общем, он Джан Гранде, забыла, как его зовут, она привозила его в Екатеринбург, и опять-таки этот проект Шестерни в пространстве завода Урал Трансмаш был одной из такой, как бы, любимейших точек наших зрителей, и истории о том, каким образом завод, причем, знаете, всегда очень сложно преодолевать вот этот пропускной режим, так вот ради этой инсталляции Джан Гранде Урал Трансмаш делал прямо специальные, как бы, часы вот такого без паспортного захода на завод, сокращал рабочие часы вот этого цеха непосредственно, да, и вот люди могли туда ходить три раза в неделю, понедельник, среда и суббота, у нас были дни работы этой инсталляции. Вот, ну и третий момент о том, как мы участвуем как биеннале в формировании бренда Урала, это непосредственно, несомненно происходит, мы, как бы, несомненно, участники любого сейчас официального документа, то, что касается и региональных властей, и городских, когда мы говорим о бренде Екатеринбурга или Урала, и вот эта последняя история такая супер вдохновляющая для меня, площадка, гостиница и сеть, изначально вот эта фотография, каких же это годов, это уже вперед коммунизм, значит, это уже, значит, это уже послевоенные, это 50-е годы. Эта гостиница стала площадкой основного проекта Третьей Уральской индустриальной биеннале, и изначально эта гостиница была общежитием для малосемейных чекистов. В гостинице сеть входит в комплекс так называемого городка чекистов, и это один из конструктивистских абсолютных шедевров, комплексов, который был построен Соколовым, Антоновым, Тумбасовым, которые очень сильно находились под влиянием школы Баухауза, и они, несомненно, сделали такой выдающийся проект, это такой вот угол целого комплекса зданий, но тут как бы суть не в истории, ну, как бы сейчас суть не в истории, как бы такой исторической, хотя она невероятно значимая, интересная, а история в том, каким образом перевернулась судьба этого объекта благодаря биеннальному процессу. В 2013 году это общежитие, которое стало гостиницей в 1962 году, и было гостиницей сеть, огромное количество людей, мне знакомых, оказывается, в ней жили и каким-то образом проходили через нее и рассказывали страшные истории в основном. Она уже пришла в такое очень удручающее состояние к 2013 году, она была закрыта, и вот, ну, как бы не знали, что с ней делать. То есть арендатор этой гостиницы, он отказался, собственно, от... ушел, да, как отельер оттуда, и, соответственно, она принадлежит федеральному агентству по охране памятников, и это агентство искало кого-то, кто поможет сделать реконструкцию и, соответственно, дальше сдавать ее как отельный объект. И тут, соответственно, приходим мы и говорим о том, что это идеальное совершенно пространство для того, чтобы... Ну, оно, конечно, абсолютно антивыставочное, но для нас это была такая суперамбициозная задача попробовать на всех десяти этажах этой гостиницы сделать выставку, основной проект Биеннале. И у нас тема прошлой Биеннале была мобилизация, нам показалось, что это вообще втройне символично, когда мы мобилизуемся на такое единое пространство гостиницы и пытаемся преодолеть ее собственное ограничение в том, что каждый номер, так как это было все по-скромному, малосемейные чекисты, это значит, что номера или комнаты от шести до двенадцати квадратных метров, все очень такое маленькое, компактное, и она построена по такой коридорной системе. Огромное количество ограничений из-за того, что это памятник, нельзя никакие стенки сносить и так далее, но, естественно, эта гостиница, она сейчас является собой, знаете, удручающее зрелище жертвы ремонта 90-х годов, вот эти европотолки, вот все вот это евро, кошмар. И то, что нам удалось с ней сделать, это наше открытие. Собственно, наша главная история была в том, что нам удалось провести через эту гостиницу практически, ну, у нас там по билетам прошло 30, это значит, что я должна заканчивать. У нас по билетам прошло больше 30 тысяч человек, и это те люди, которые увидели город Екатеринбург совершенно, ну, как бы другой точки зрения. Вот эта вот гостиница и сеть, она дала невероятную возможность, знаете, как бы другой оптики на собственный город. Но ни одному как бы Екатеринбуржцу в голову не придет жить в гостинице и сеть, да, а именно, как бы, когда ты смотришь на город с девятого этажа этой гостиницы, это самая, ну, как бы, это потрясающая дождь, когда ты видишь структуру города. И вообще, благодаря нашему исследованию сети, я поняла, что город Екатеринбург вообще задумывался, как по структуре, как Манхэттен, абсолютно такими, да, как бы перпендикулярными и параллельными линиями и улицами, что потом как бы было в процессе нарушено. Но как бы этот эпицентр некой такой, да, как бы истории города, жители вот самого городка чекистов, которые очень многие из них стали героями нашего исследовательского проекта и который на самом деле продолжается до сих пор, очень, ну, наверное, самый главный такой критерий успеха, наверное, любого проекта, когда он рождает другие проекты. Ну, другого определения я не знаю. И благодаря как раз работе с гостиницей и сеть родилось огромное количество проектов дальнейших, уже более таких социологических или, наоборот, ну, более таких исследовательских, которые продолжают историю с этим городком. И, ну, вот это отдельные комнаты. К сожалению, будильник прозвенел. Я не расскажу то, что я хотела про них конкретно прокомментировать. Но самая важная история сейчас в том, что такая зарисовка, да, на открытии биеннале. Губернатор подходит ко мне и говорит, Алиса, как это все здорово, мне так все нравится. Я сейчас дарю гостиницу и сеть ГЦСИ. Я думаю, боже мой, какое счастье, невероятно, очень хочу. Но вся как бы была интрига в том, что эта гостиница губернатору не принадлежит. Она принадлежит Министерству культуры Российской Федерации и Федеральному агентству по управлению и охране памятниками. Это, конечно, наводило на меня грусть и тоску, но я как бы жила ожиданием определенным. Так вот, буквально новость последней недели, что наконец-то Министерство культуры по настойчивому пожеланию региональных уральских властей передало гостиницу и сеть, соответственно, Свердловской области нашему губернатору. Я возликовала по этому поводу и думаю, ну вот, наконец-то. Я возликовала не просто так, как бы теоретически, что у меня гостиница и сеть. Да, я ликовала по другому поводу, потому что в процессе работы с гостиницей, вот как раз в этой гостинице 118 номеров, и, соответственно, у нас было около 100 проектов, каждая из этих комнат, как бы по индивидуальным проектам художников. И тын-дын, еще не спасибо. И вот такие вещи, как, например, работа Славы ПТРК, она нас вдохновила на идею о создании арт-отеля. И мы уже собрали потрясающую команду отельеров из Амстердама, из Нью-Йорка, из Ливерпуля, которые делают разные отели, например, как Ллойд Отель в Амстердаме, самый известный, где все, ну, как бы там история такая, что в одном отеле есть номера всех категорий, от пяти звезд до одной звезды, и каждая, как бы, из этих комнат имеет индивидуальный дизайн. Но меня вдохновляла как раз история о том, что сделать гостиницу и сеть такой, как бы, постоянной, ну, арт-лабораторией, когда ты приезжаешь, и у тебя каждый номер, он, ну, он, естественно, как бы сделан художником, и у тебя каждый, ну, ты никогда не будешь жить в одном и том же номере. И, соответственно, у нас два этажа становятся постоянными студиями, резиденциями художников. В общем, мы продумали гениальный план. Осталось только дождаться, вот когда, наконец-то, все формальности будут преодолены, и сеть таки станет нашей. Вот, и я уверена, что найдется какой-то тот прекрасный, опять-таки, бизнес, в частности, отельный, который захочет с нами партнериться на этой перспективнейшей идее. В принципе, он даже у нас уже есть. Вот, но это какое-то такое дело ближайшего, я надеюсь, будущего. Вот, а так как будильник произведел, то спасибо за внимание, и мы специально оставили время для вопросов. Спасибо большое. Наверняка уже появились какие-то вопросы. Кто-то... Да, отлично. Спасибо за чудесную лекцию. У меня вопрос вот к самому началу, что было произнесено с проговоркой, но он, на самом деле, является для меня самым живым терпещущим. По поводу расширения филиалов сиро ССО. Раз, и второе, соответственно, опять-таки, еще больше с проговоркой была произнесена фраза о том, что возможно откроется в Крыму. Насколько открытие филиала в Крыму позволит сотрудникам ГЦС и РЗЗО при выезде в Европу и, не дали бог, в Соединенные Штаты Америки быть персонами ГРАТа? Хороший вопрос. Спасибо. На самом деле, не знаю, как ответить на этот вопрос. Дело в том, что сейчас окончательно у нас войдет в силу наше слияние с 1 ноября. Ну, то есть, пока это все еще в силе старый расклад, да, и мы все называемся по-старому. Но что самое главное, что с вхождением в ГЦС и РЗЗО мы, у нас сохраняется бренд ГЦС и, да, у нас ни у кого не меняются выставки. И вот эти филиалы новые, которые открываются, будут филиалы Государственного центра современного искусства. Они обозначены как бы голубыми точками. Ну, собственно, я тут не хотела каких-то произносить политических там стейтментов и так далее. Я просто, как сказать, видела и слышала наше новое руководство о том, что идут переговоры со всеми, да, вот этими точками. Там еще Саратов не обозначен, Калуга. В общем, перспективные те пространства, где, возможно, да, будут открываться филиалы ГЦС. Я уверена, что, ну, как бы, Крым, возможно, это не самое какое-то ближайшее будущее. И, опять-таки, когда вот это встанет, как, ну, вот уже вопрос, да, тогда и будут понятны все вот эти вот, как бы, ответные истории. Что это для нас, как для институции будет значить? Будет ли это, как бы, подвержено санкциям только там или вообще в целом все? Ну, это сейчас рано отвечать. Меня в этом смысле больше всего куражит история с Владивостоком. И вот это как раз то, что давно не дает мне покоя, потому что наша сеть, она как бы от Калининграда до Томска. Это вообще всегда как-то очень было, ну, странно, несправедливо и обидно по отношению как раз к Дальнему Востоку, потому что Владивосток, я считаю, это давно уже самый желанный такой объект нового филиала. И всегда был, ну, наверное, затык только с тем, что там не было, ну, а, площадки, а, б, команды, которая готова на себя взять ответственность. Но сейчас там потрясающе работает активно, например, Алиса Богданайта и Центр Заря. И появилось уже новое вот такое, как бы, опять-таки молодое поколение, да, которое уже потенциально может стать командой Центра, и там, ну, и там уже реально поменялась ситуация. Она готова к тому, чтобы вот там уже появился филиал. А еще про, еще что-то я сказала, бегло, Дима, ты меня, про этот, а, про открытие филиал. Ну, да, и, ой, это не значит, что я должна перестать отвечать на вопросы. Я выключила будильник, извините. Да, ну, слушайте, это тоже болезненный для всех, конечно же, вопрос, и особенно для коллег в Москве. Как бы главный позитив этой ситуации при всех, как бы, тяжелых психологических последствиях с этим связанным, это то, что для этих выставок, которые, например, запланированы на 2017 год, были под зал на зоологической, как бы будут найдены альтернативные помещения в Москве, большие. То есть это значит, что, например, проект «Удел человеческий» можно показать не на 400 квадратных метрах, которые у нас были на зоологической, а, условно говоря, ну, не знаю, в Манеже в Москве на, в другом совершенно масштабе. И, соответственно, это, как бы, возможность вопроса о том, чтобы, опять-таки, менялось финансирование на этот проект для того, чтобы его реализовать в большем масштабе. Еще вопросы? Вы пропустили, как, что является предпосылком появления филиала в Екатеринбурге? Это была ваша конкретная, ваша команда, инициатива? Или это была инициатива из Москвы, и вас нашли? Спасибо вам огромное за вопрос. Да, это я действительно как-то тоже проговорила с короговоркой. На самом деле, я всегда на этом делаю акцент, что удивительная история складывания вообще ГЦСИ как институции была в том, что она складывалась не как бы волей сверху, что «А ну-ка, открою-ка я филиал в Екатеринбурге», а она складывалась непосредственно из готовности ситуации на местах. Филиал начинала не я. Это были мои предшественники Наиля Лхвердиева и Арсений Сергеев, и они как раз проявили инициативу для того, чтобы стать этим филиалом. Филиал появился в 1999 году, и они тогда были, наверное, самыми активными людьми в городе Екатеринбурге, кто издавал журнал о современном искусстве «Комод», кто делал какие-то такие самостоятельные выставки, и вот кто держал вот эту интеллектуальную ситуацию как бы в своих руках, и взяли инициативу на то, чтобы открыть филиал. И вот так же, в принципе, произошло и в Калининграде. В Нижнем Новгороде была немного другая ситуация, то есть там была такая очень сильная музейная команда, и немного с другим бэкграундом директор появился в филиале, но это всегда была именно инициатива, условно говоря, снизу. И вот это, мне кажется, конечно, чрезвычайно важно, потому что сейчас логика меняется. То есть скорее мы, опять-таки, если говорить про перспективу филиалов, то есть мы как филиалы старенькие такие, теперь являемся ответственными за то, чтобы нашу экспертизу сформировать в какой-то такой некий, не знаю, как же это называется, в какое-то такое определение, критерии и так далее, то есть для того, чтобы вот эти истории, например, условно говоря, с Саратовым или с Владивостоком, чтобы приходить к ним уже с какой-то готовой методикой работы с территориями. То есть мы уже, условно говоря, взрослые достаточно для того, чтобы этот опыт передавать, и, ну, как бы по неким, страшное слово, лекалам пытаться, да-да-да, условно говоря, ну, вот пытаться что-то унифицировать. То есть еще интересная история в том, что каждый филиал ГЦИ – это, ну, практически независимый, как бы, по программам центр, потому что все программы, они зависят от специфики территории. У нас нет никаких, и это наша большая, на самом деле, драма, потому что мы за все эти годы не смогли, как бы, создать, ну, реально работающих сетевых проектов. То есть мы настолько все разные, настолько разные ситуации в территории, на этих территориях, что у нас, как бы, не было какого-то мощного такого импульса делать общие проекты на всю сеть. И вот это как раз то, что мы хотим, это наша главная задача на вот этот вот именно момент перехода и на следующий этап для того, чтобы вот этот сетевой проект появился. Было ровно два прецедента, когда все филиалы участвовали в каком-то событии. Первый назывался «Человеческий проект», это был спецпроект первой московской международной биеннале современного искусства в 2005 году, а второй – это был проект «9000 километров», это был 2008 год, когда все… Это не было даже связано только с филиалами ГЦИ, это был вообще проект от Калининграда до Владивостока, как бы огромный исследовательский проект, собирание вот этих идентичностей мест. И мы даже хотим… Нет, не буду рассказывать, что мы хотим, потом. Вот. Спасибо. Еще какой-то появился вопрос. Здравствуйте. Вопрос такой, а что происходит сейчас с ГЦСИ Петербург, и почему он не настолько заметен, как другие? А здесь нет коллег из ГЦСИ Петербург в зале? Ну, я думаю… Ну, слушайте, это не очень корректный вопрос. Нет, Дмитрий. Да, кстати, выставка отлично идет в Академии художеств. Я ее пойду смотреть завтра. Вы знаете про выставку в Академии художеств? Это вообще про биеннале музейного дизайна, которая проходит? Опять-таки, это разные очень ситуации в регионах. Мне кажется, что вообще коллегам в Петербурге сложнее всего, потому что, опять-таки, вы здесь сидите среди эрмитажей, русских музеев и прочее. И история с Государственным центром современного искусства в Петербурге очень ослаблена тем, что, к сожалению, опять-таки, за все эти годы у филиала не появилось собственного здания. А мне кажется, что для Петербурга это вообще краеугольная какая-то история с какой-то гением места. Пока не появляется какой-то такой оседлости, то все как бы вот так вот растворяется и исчезает. Я это поняла очень на своей шкуре, потому что я в прошлом году работала с фестивалем современного искусства в традиционном музее. И вот эти все фестивальные форматы, они такие очень эфемерные. Вот есть зоологический музей, вот это я понимаю, зоологический музей. И вот пока, мне кажется, у филиала в ГЦСИ в Петербурге не появится вот такого как бы очень понятного, амбициозного пространства выставочного, вот это будут всегда сложности. Поэтому помогите, пожалуйста, найти нормальное пространство для петербургского филиала ГЦСИ. Я жду предложений. Спасибо. Так, еще какие-то вопросы? Раз уж мы заговорили о вашем опыте работы с территориями, а все мы находимся в Петербурге, мы немножко даже успели перекинуться пару слов перед вашим выступлением. В Петербурге, как мы знаем, огромный серый пояс, которым давно пытаются что-то сделать. Неоднократно выстраивались очень амбициозные планы по реконструкции красного треугольника, но неизменно они нарушились. Может быть, у вас есть какие-то идеи, рекомендации, связанные с тем, как нам в Петербурге как-то освоить эти заброшенные зоны? У меня есть очень завоевательные планы в этом смысле, потому что я давно уже, ну как сказать, работая с индустриальной биеннале, мне давно кажется, что она как бы несправедлива уральская. То есть я в этом смысле вижу потенциал проекта гораздо шире, чем исключительно уральский. И хотя моя сейчас пламенная речь, она была исключительно про уральскую идентичность, ее вот эти вот корни и логичность проекта для уральской территории, тем не менее проблематикой, как вы говорите, эта история, что сколько было инициативных групп и историй, и как бы в этом есть огромный потенциал. Но мне кажется, что здесь важно создать и увидеть какой-то проект, который мог бы эти различные инициативы объединить. И потому что есть под какой-то большой зонтик и под большую идею гораздо легче объединять ресурсы, нежели когда ты делаешь какую-то одну, ну как бы локальную, хоть и очень важную, или там как бы пафосную историю. Вот мне кажется, что здесь пока не хватает какого-то мощного зонтичного бренда. И я, конечно, мечтаю о Петербурге. Вот очень много сейчас в регионах говорят о том, что нужно сделать свой родной город привлекательным, нужно сделать так, чтобы художники не уезжали, чтобы они оставались. Но при этом мы сегодня очень много говорили о Берлине, Токио, о ваших, может быть, завоеваниях в Петербурге. Как вы думаете, например, я вот тоже был в Майе в Владивостоке, был как раз в Заре, как художники могут найти причины, чтобы оставаться в своем родном городе, когда столько есть привлекательных, более проектов в более больших городах, тем более за рубежом? Ой, ну это вообще самый, наверное, действительно краеугольный вопрос, просто респект. Слушайте, ну это как бы, вот это такой главный, наверное, KPI любой институции в регионе. Вот у меня, условно говоря, всегда моя главная цель, чтобы куда бегут собаки и ради, жили в Екатеринбурге, грубо говоря, потому что это, ну это странно, но это как бы и смешно, да, но действительно так, потому что, да, естественно, потому что конкуренция, она именно на уровне желания оставаться в этом конкретном месте. и если у тебя, как у институции, хватает, ну вот у меня, например, да, как бы есть возможности делать, продюсировать их проекты, да, например, помогать им мастерскими студиями, и, ну не им, да, в целом я имею в виду, просто они как бы являются только квинтэссенс, то есть мы делаем программу мастерских, да, когда можно прийти и бесплатно совершенно на какой-то там период работы сделать свои работы. Мы, в общем, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, это сейчас неважно, огромное количество инструментов есть для того, чтобы художников поддерживать, для того, чтобы давать им, ну как бы, поддержку их проектам, для того, чтобы подавать для них награнты и прочее, 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 искать для них возможности реализации каких-то очень амбициозных историй, и именно в том числе Биеннале, в этом смысле очень классный ресурс, потому что для них это каждые два года погружение в тотально новую какую-то, да, систему мышления кураторов, которые с ним работают, в какую-то новую систему там ценностей и контекста, в котором они существуют. И, конечно, да, это, ну, ты всегда можешь уехать во Владивосток или Берлин, это, ну, как бы здесь никуда от этого не деться. Но еще очень важная, как бы, сопутствующая история в том, что это никогда не бывает ролью одного какого-то музея или, там, знаете, вот, ну, как бы, чего-то. Это роль культурной среды, которая вокруг создается. И Екатеринбург всегда был в этом смысле, ну, один из, вообще, самых драйвовых городов, в котором, ну, как бы, постоянно все происходит. Это сильнейший университет, это сильнейшие театры. Ну, как бы, ты находишься в системе очень, ну, как бы, мощных именно событийных историй. Я, когда выбираю время для открытия Биеннале, я в прошлом году была потрясена. Я не могла, как бы, вклиниться в какой-то там день, чтобы не было параллельно со мной, ну, каких-то открытий, важных проектов. Там, не знаю, фестиваль, филармония, безумные дни, а я тут со своей Биеннале, значит. Или там еще ды-ды-ды-ды, и вот тут тоже. И получается, что ты всегда находишься даже просто в конкуренции именно событийной. Ну, вот такой, наверное, пространный, ну, не знаю, насколько удовлетворяющий вас ответ. Дорогие друзья, к сожалению, у нас истекает… Нет, нет, еще, есть руки. А у нас, дело в том, что Манеж совершенно… 49 минут. Манеж совершенно прекрасен, но это практически режимный объект, поэтому в 9 часов будут закрыты ровно. Да, прекрасно, но вот смотрите, у нас еще есть одна минута. Давайте минута. Минута. Минута, да, я очень быстро отвечу. Алиса, хорошо. Да, здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Я могу немножко напытаться годами, но вы вот говорили, что в 2005 году к вам за месяц приходило, за полтора месяца приходило 100 человек. Потом, по прошествии нескольких лет, к вам стало приходить за три дня 4 тысячи человек. У меня такой вопрос, что было ключевым фактором успеха по лекции привлечения такого большого количества людей? И привлекали это… Это горожане были, либо это уже какой-то внутренний туризм российский, либо к вам приезжали из других стран? Тоже суперспасибо за вопрос, очень быстрый ответ, потому что надо было очень быстро. Это были горожане, это была история приучения людей разными-разными форматами к искусству в целом. Вот мне кажется, что именно вот эта история насыщения именно города разными проектами и вот это постоянное какое-то любопытство и наталкивание их на то, что непонятно, чертовски вообще как бы странно и так далее. Именно вот эта работа не только через, условно говоря, специализированную институцию, но через городское пространство, оно людей двинуло за любопытством, а что они там сделали на заводе? Вот хрен знает где, извините, вот очень далеко от города. И, соответственно, туда стоит поехать, потому что я там увижу то, что, не знаю, меня там обогатит, удивит, мне это интересно. И вот именно да, в 2009 году на фестивале «Артзавод» мы поняли, что ну окей, если они способны преодолеть вот это вот страшное расстояние и не побояться комвольного комбината на страшном-страшном отдалении от города, то это значит, что у нас есть потенциал. И, кстати, сейчас на этом самом комвольном комбинате находится телеклуб. Это главная концертная площадка, где выступают там все Тослабо и прочие как бы ребята, и Трики, и у нас, и там до сих пор они холят и лелеят объекты с этого фестиваля «Артзавод», что страшно приятно, потому что мы вот как бы прародителями были. Спасибо. Спасибо огромное. Алиса, спасибо, что приехали.